Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко о главных темах выпуска. Поставили на место недобросовестные самарские строители, оштрафованы почти на 400 тысяч рублей. Не засти нам солнце! Самарцы против планов застройщиков возвести высотку под их окнами. К решению конфликта подключились городские депутаты. Самарские туристы попали в аварию на Эльбрусе. Эксклюзивный комментарий очевидца. Начиная с крыши, заканчивая ливневками. Ежедневно с городских улиц вывозят 10 тысяч тонн снега. Если бы Чехов жил в наши дни, до конца февраля у самарцев есть возможность узнать, что волнует современных драматургов. Ситуацию на Тольяттинском автоваз-агрегате обсудили сегодня губернатор Николай Меркушкин, заместитель полпреда президентов ПФО Олег Мельниченко, начальник департамента по вопросам внутренней политики аппарата полпреда президента Александр Казыра и главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан. Особое внимание было уделено социальной поддержке сотрудников автоваз-агрегата. Сейчас в мэрии Тольятти прорабатывается вопрос о дополнительных соцвыплатах организации бесплатного питания детей в школах, субсидиях в оплате услуг ЖКХ. Ключевым вопросом остаются выплаты задолженности по зарплате и сохранение самого завода. В этой ситуации исключительно важна роль правоохранительных органов. Главная задача – вернуть деньги на предприятие, подчеркнул губернатор. Силовые органы должны занимать жесткую и принципиальную позицию при расследовании уголовных дел. Люди должны получить реальную помощь со стороны государства, резюмировал глава региона. Вышел за рамки заплатить штраф. Городские власти призывают к порядку недобросовестных застройщиков, которые самовольно расширяют границы своих стройплощадок. Административные комиссии уже выписали протоколы на сумму 380 тысяч рублей. Подробнее расскажет Марина Матвейшина. Вышли за рамки. 48 из 49 стройплощадок по факту оказались значительно больше, нежели чем было указано в документах. Зачастую строители арендуют у муниципалитета лишь тот участок земли, где собираются расположить само строящееся здание. Но ограждениями обносят значительно большую территорию. Ведь и спецтехнику нужно где-то расположить. Только вот предупредить об этом городские власти строители нужным не считают. А за строительным забором могут оказаться тротуары, газоны и даже проезжая часть. Будут приняты меры по обеспечению взыскания за необосновательное обогащение зданных застройщиков и с требованием привести строительные, фактически используемые земельные участки в соответствии с границами, которые предоставлены. По результатам проверки, проведенной по инициативе главы города Олега Фурсова, административные комиссии уже составили 11 протоколов на недобросовестных строителей. Общая сумма штрафов по ним – 380 тысяч рублей. Кроме того, нарушителям придется освободить захваченные территории. Наша основная задача не заключается в том, чтобы наказывать, штрафовать. Мы призываем людей к порядку. Вот отвели им определенное количество гектаров, значит, они должны только эту часть и занимать. И порядок должен быть един для всех. Я повторюсь то, что сказал в начале нашего совещания. То есть власть должна стоять на защите интересов людей и не позволять никому бы то ни было нарушать установленные нормы и правила. Во время рейдов по стройплощадкам, считает глава Самары, нужно обращать внимание и на сами ограждения. Заборы должны быть аккуратными, чистыми и вписываться в общую архитектуру города, а не разрушать ее. Марина Матвеевшна, Станислав Левин, События. Спорная высота. Жители домов, что на улице Советской Армии, против планов застройщиков возвести под их окнами многоэтажку. Участок находится в частной собственности. Чтобы разобраться в ситуации, депутаты Городской Думы встретились с людьми. Мнение выслушала Лариса Шалафаст. Участок земли рядом с многоэтажками на Советской Армии в частной собственности. Застройщик планирует возвести здесь высотку. На общественных слушаниях местные жители выступили против стройки. Новый дом закроет вид на Волгу и уничтожит деревья. Стройка – это явно не быстро. И пыль, грязь, и шум. У меня трое детей, поэтому окна не открыть – ничего. Когда вы убирали квартиру в этом районе, это был один из зеленых. У меня у ребенка астма. И когда мы хотели бы за эти деньги довольно-таки дорого купить квартиру, мы могли бы взять в центре или взять в коттедж. Если бы знали, мы бы не заселялись в этом районе. Генплан строительства высоток здесь не запрещает. Но есть другой документ – правила застройки и землепользования. По ним территория предназначена для малоэтажной застройки. Чтобы возвести высотное здание, нужно поменять зонирование. Стоит ли это делать, разобраться в ситуации и выслушать мнение всех сторон, на встречу с людьми приехали депутаты городской думы. Непонятная ситуация вынудила нас приехать сюда и на месте посмотреть, что же это все-таки такое. Потому что сидя в кабинетах, невозможно понять и не услышав людей, не побывав на слушаниях, то есть о том, что их волнует. Сегодня мы это увидели, мы это услышали. Комитет Думы направит в комиссию по застройке и землепользованию свои рекомендации. Строить на участке дом не выше шести этажей. Благоустройство и объекты инфраструктуры уже предусмотрены проектом. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. Автобус с самарскими туристами упал с моста в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. По предварительной версии, водитель не справился с управлением и машина упала с трехметровой высоты в реку, когда туристы возвращались на базу. В результате катастрофы пострадали 10 человек. Шесть из них – жители Самарской области. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Четверо уже выписаны из больницы. Одна женщина, получившая черепно-мозговую травму, сейчас находится в Республиканской клинической больнице в Нальчике. Еще одну пострадавшую с переломом средней тяжести готовит к отправке в Нальчик. Об этом сообщил очевидец аварии самарица Ян Целик, который вместе с другом помогал эвакуировать людей из упавшего автобуса. Мы связались с ним по телефону и узнали подробности происшествия. Автобус обгонял две машины и не возвращаясь на свою полосу, продолжал движение прямо, не кромодя. И, не сбавляя скорость, уехал. Не стоять, сидел в задней части автобуса, да, ближе к задней части. И понимал, что в задней части не выбраться, потому что там все завалено было, спереди там как-то вроде народ выбирался, а сзади никак. Но сзади выбили окно, и начали уже вытаскивать все, кто мог сам ходить. Да, и вышли. Но в итоге помощь оказали, разгребли кучу битвы стекла там и осколков и прочего. Спешка на тот свет. Железнодорожники и инспекторы ДПС не устают напоминать водителям о правилах безопасности на переездах. Более десятка ДТП, в которых пострадали 12 человек и один погиб, произошли в Самаре в прошлом году. И желающих рискнуть не становится меньше. Впрочем, решение проблемы все же удалось найти. О том, как современные гаджеты и старые добрые противоторанные устройства спасают жизни беспечных водителей, расскажет Павел Баймаков. Железнодорожный переезд 1101 километр в поселке Шмидта. Ежедневно здесь проезжают сотни автомобилей. Чтобы пропустить поезд, ждать приходится по 10, а то и 30 минут. Самые нетерпеливые идут на риск. Пытаются проскочить на красный. Штраф за такое лихачество – 1000 рублей, либо лишение прав от 3 до 6 месяцев. Все нарушения фиксируют камеры видеонаблюдения, установленные два года назад. Информация в режиме реального времени появляется в ГИБДД. Впрочем, бояться, говорят инспекторы ДПС, надо не штрафов, а несчастных случаев. Платой за спешку может стать не только разбитый автомобиль. В прошлом году в результате ДТП, спровоцированных автолюбителями, пострадало 12 человек. Один погиб. Поезда, следующие по главным путям, они идут со скоростью 80 километров в час. При экстренном торможении самый минимальный короткий путь остановочный, его может быть 400 метров. Это самый минимальный. Чтобы минимизировать число ДТП, на этом железнодорожном переезде установят так называемое противотаранное устройство. По сути, это тот же шлагбаум, только сделан. Он будет из толстого металла и перекроет всю проезжую часть. Проскочить на красный уже не удастся. Павел Баймаков, Максим Гусев. События. Тяжелые погодные условия заставляют коммунальные службы работать в авральном режиме. На очистку города от снега и прочистку ливневых коллекторов брошены все имеющиеся силы. В чем и убедился Андрей Трой. В этом году в Самаре выпало рекордное количество осадков. С начала года более 170% от месячной нормы. Резкие перепады температур и оттепель не дают самарским коммунальщикам расслабиться. Работают в две смены. Глава Самары Олег Фурсов поставил жесткую задачу усилить меры по борьбе со снегом. Уборка города ведется в интенсивном режиме сразу по всем направлениям. В связи с потеплением особое внимание уделяется очистке ливневых канализаций. На тротуарах работает мини-погрузчик «Попкэр». Он занимается расчисткой тротуаров. По технологии он скидывает в приладковую часть дороги все. И затем погрузчик зачищается. На очистке городских магистралей ежесуточно работают более 300 машин МП-благоустройства. Кроме того, мобилизована специализированная техника, которая есть в распоряжении других муниципальных предприятий и управляющих компаний. В уборке задействованы погрузчики, мультикары, КАМАЗы, многоцелевые машины. Параллельно ведется прочистка городской ливневой канализации, чтобы талый снег не забивал колодцы дождеприемников. Во время отцепеля главная задача – это отвезти воду с проезжей части. Поэтому задействованы службы инженерной системы, обслуживающие ливневку, которые следят за тем, чтобы пропускная способность ливневых коллекторов была в работе пригодной. То есть проливают их горячей водой. И службы дорожно-коммунальные, которые обеспечивают проход сублястной воды до дождеприемников. При такой погоде главное максимально эффективно использовать все ресурсы. Районы администрации, службы благоустройства и управляющие организации координируют графики работ. Ежедневно коммунальщики вывозят из города более 12 тысяч тонн снега. На наиболее проблемных участках дорог ведется аварийный ямочный ремонт. Нынешняя зима с экстремальными перепадами температуры, большим количеством осадков требуют от коммунальщиков работы в усиленном режиме и координации всех действий. Скопившийся снег коммунальные службы быстро собирают и вывозят на полигоны, чтобы он не загромождал тротуары и дороги. Андрей Трой, Григорий Плешаков. События. 4 февраля во всем мире отмечают день борьбы против рака. Сегодня онкология как причина смертности в России на втором месте. Больше людей умирают только от сердечно-сосудистых заболеваний. Самые распространенные – рак кожи и меланома. За ними, по статистике, рак груди. Но именно эти формы онкологии проще всего вылечить, конечно, если вовремя выявить. В Самаре профилактическую акцию вместе со специалистами онкологического диспансера провели активистки из областного и городского союзов женщин. Как сохранить здоровье узнала и Марина Кравцова. Поддержка и понимание так необходимы семьям, которые знают, что такое рак, делится Марина Изянина, председатель союза женщин Куйбышевского района Самары. Людям, которые ведут нелегкий бой с онкологией, это объединение всегда стремится помочь. В районе есть семья, где мальчик, у него была лейкемия. И несколько, вовремя обратились просто, и несколько курсов химиотерапии. Мальчишке сейчас уже 18 лет, и вот он в армию готовится, то есть заболевания нет. В прошлом году в Самарской области рак унес жизни почти 6 тысяч человек. Каждый год диагноз «злокачественная опухоль» ставит 14 тысячам пациентов. Но, как отмечают медики, рак сегодня не приговор. Главное – распознать его на самой ранней стадии. Тогда есть все шансы полностью излечиться. Все равно мы сталкиваемся с запущенными случаями, в том числе раком наружных локализаций, когда пациент сам, в принципе, даже знает, что он болен, но по каким-то причинам либо боится, либо может по каким-то обстоятельствам обратиться к врачу. Акцию по профилактике и ранней диагностике рака вместе с энкодиспансером и при содействии Самарской городской думы провел Союз женщин Самарской области. Все девять районных организаций и городская организация женщин сегодня имеют возможность поучаствовать и проверить свое здоровье. Как утверждают врачи, есть способ и предотвратить развитие рака. Он прост – правильное питание и отказ от вредных привычек. На 30% онкологические заболевания, допустим, зависят от питания, от того фактора рациональности или нерациональности питания. И плюс такой фактор, как курение, дает до 35% возникновения онкологических заболеваний. Врачи советуют есть больше свежих фруктов и овощей, меньше жиров, сахара и соли. А еще приглядываться к родинкам и периодически наведываться к врачу. Первичный осмотр у специалиста займет всего несколько минут. За это время доктор осмотрит состояние кожных покровов, лимфатических узлов, щитовидный и молочный желез. Если все в порядке, вам дадут рекомендации о том, как вести здоровый образ жизни. Марина Кравцова, Сергей Баскин, События. На рынке валют снова все перевернулось ног на голову. В причинах разбирался наш экономический обозреватель Андрей Трой. Здравствуйте. Центробанк обещал, что курс рубля больше не будет резко меняться. Но как тогда назвать изменения на 3 рубля всего за сутки? Ночью нефть подорожала до 35 долларов 22 центов. А сегодня Центробанк установил курс доллара США на 5 февраля на отметке 76 рублей 46 копеек. Курс евро 84 рубля 81 копейка. На бирже главная пара валют продолжает дешеветь, а нефть немного корректируется вниз. Золото стоит 2879 рублей за грамм. Серебро стоит 36 рублей 34 копейки за грамм. По официальным данным, годовая инфляция впервые с декабря 2014 опустилась ниже 10 процентов. А иностранцы едут в Россию за автомобилями. Из-за разницы курсов покупка в нашей стране становится более выгодной. И жаль не для соотечественников. А на сегодня это все. Удачи в делах. А теперь коротко о других темах дня. Наземный переход на московском шоссе около парка Гагарина ликвидировали. На стороне церкви поставили ограждение. И теперь, чтобы попасть на другую сторону магистрали, необходимо перейти улицу Советской Армии. Потом спуститься в подземный переход и затем снова перейти на улицу Советской Армии. Полицейские разыскивают автомобилиста, сбившего пенсионерку в промышленном районе Самары. Неизвестный водитель, двигаясь по улице Новосадовой со стороны Аменева в направлении проспекта Кирова, сбил 84-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. После чего автомобилист скрылся. Виктор Альтергот покидает пост министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области по семейным обстоятельствам. Соответствующий приказ будет подписан в ближайшее время. Решение о его преемнике будет принято позже. При этом Виктор Альтергот продолжит работать в статусе советника губернатора по вопросам развития сельского хозяйства. Самарской пиковой дамой театра оперы и балета открывается сегодня фестиваль «Золотая маска» в Москве. На сцене музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко наши солисты представят одну из своих лучших работ. Самарский театр попал в шорт-лист российской национальной театральной премии в пяти номинациях. Музыкальный театр, опера, работа дирижера, опера, работа режиссера. Отмечена также Ирина Корекунова за партию Лизы и Михаил Губский за партию Германа. Кроме пиковой дамы на 22-м фестивале «Золотая маска» Самарскую область представляет и Новокуйбышевский театр «Грань» со спектаклем «Таня, Таня». Имена победителей станут известны 16 апреля. В Самаре пресечена деятельность незаконного казино. Нелегальный игровой клуб располагался в Ленинском районе города. Из помещения полицейские изъяли 16 программно-аппаратных комплексов. В системные блоки больше 20 тысяч рублей, полученные незаконным путем. Нелегальный клуб организовала 33-летняя жительница Самары. Современная драматургия готова выйти на большую сцену. В Самаре открывается фестиваль «Лаборатория места действия». Всю эту неделю сразу на двух площадках в Литературном музее и Музее Модерна. Профессиональные актеры и еще студенты Академии культуры читают современные пьесы. Что сегодня волнует молодых творцов, расскажет Ольга Морозова. Режиссером нового поколения не важен сюжет, герои. Важно передать атмосферу безумия. Так говорит о современной драматургии Вячеслав Дурненков, автор пьесы «Антикафе». С нее в Самаре начался фестиваль «Лаборатория места действия». Самарский режиссер Игорь Кузнецов пошел дальше обычной читки. Получился эскиз спектакля с новым названием «Сон как шок». Пьеса о жизни в провинциальном городе, где правят деньги и потребительский интерес. К сожалению, у нас очень мало, когда идет именно настоящая современная драма. Это проблема и авторское право. И многие авторы запрещают ставить свои постановки, потому что вы не поняли мой гениальный замысел, которого нет. Да, тоже с этим как бы сталкиваемся. И цель – познакомить. Самар откликается на это, молодежь идет, им это интересно. Раз в месяц, в понедельник, мы читаем пьесы новых авторов в Литературном музее имени Горького. И каждый раз у нас минимум 60-70 человек, которые не помещаются в зал. Фестиваль «Лаборатория современной режиссуры» – победитель молодежного форума «Иволга-2015». Автор проекта Артем Филиппов уверен, с современной драматургией необходимо выходить за рамки кулуарного чтива. Молодым режиссерам пора на большую сцену. Мы в течение пяти лет уже делаем читки, встречаемся с молодыми актерами, которые хотят что-то делать помимо репертуарного театра, который загнан в такие условия, что он должен зарабатывать деньги. У нас до Самары редко доходят современные пьесы, какие-то новые темы и не ставятся в профессиональном театре зачастую. Жюри выбрало пять пьес режиссеров из Самары, Москвы и Санкт-Петербурга. До 7 февраля зрителям будут показывать эскизы спектаклей на двух площадках – в Литературном музее и Музее Модерна. Следующий этап – продюсерский. Лучшие постановки будут транслировать в режиме онлайн, и руководители театров со всей страны смогут оценить современную драматургию. Ольга Морозова, Алексей Золотенков, События. Узелок завяжется и куколка получится. В Самаре открылась выставка мастеров декоративно-прикладного искусства и традиционных ремесел – сокровища Самарской луки. Рукотворными поделками восхитилась Марианна Мирная. Три узелка на растущей луне – натуральные ткани и золотые руки. Мастерица Светлана Гавришевская в куклы начала играть несколько лет назад. Заинтересовала исконно самарская обережная кукла. Поделка приносит своему владельцу удачу и защищает от нечистых сил. Она называется Ведун. Значит, это отец со своим сыном. Обычно такую куклу дарили мальчику в возрасте 7 лет. Делал ее крестной для того, чтобы отец и сын были связаны по жизни, чтобы у нее была и любовь, и гармония, и взаимопонимание, и чтобы они друг другу помогали по жизни. Декоративно-прикладное творчество Самарской луки уникально. Большинство ремесел уже утеряно. Мастера по крупицам собирают знания, которых не встретишь ни в одной книге. Ткачество, вышивка, объемная резьба по дереву, художественная керамика и, конечно, так популярное на селе лозоплетение. Наши предки любили совмещать красивое с полезным. Вот такое настенное панно символизировало солнце и радость в доме. А если положить его на стол, сверху можно было положить только что испеченный горячий хлеб. Возрождение и развитие традиционных ремесел и декоративно-прикладного искусства – важный культурный посыл. Благодаря таким выставкам молодые самарцы могут увидеть то, чем славились их прародители. Выставка мастеров народного творчества «Сокровища Самарской луки» продлится до 28 февраля. Марьяна Мирная, Григорий Плешаков. События. Время спорта. На телеканале «Самары ГИС» я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Жемчужину по Волжье разыграют танцоры в предстоящие выходные. Серебряный хэт-трик Александра Кудашова на водной дорожке чемпионата по Волжье. Фанаты «Крыльев Советов» играют в настольный футбол. Когда судьба команды в одних руках, это турнир по кикеру. Он же футбол, он же настольный футбол. Розыгрыш Кубка «Крыльев Советов» посвящен обратному отчету. 500 дней осталось до Кубка Конфедерации «ФИФА-2017 Россия». В турнире более 40 участников. Все они болельщики. За победу готовы бороться любыми способами. «Если девушки отдельно, парни отдельно, то я займу первое место. А если все вместе, не знаю, я буду стараться. Я буду глазки строить». Система проста. Каждый участник на групповом этапе сыграет по три матча до пяти голов. В плей-офф выходят два участника из группы, а затем, как в большом футболе, система на вылет. «Играть, на самом деле, не очень непросто. То есть, как-то следить за вратарем, за защитниками, как-то еще голы забивать, то есть, на самом деле, это очень непросто. Но я вижу, что есть тут мастера, которые буквально рубятся в футбол. Все, как в настоящем большом футболе, это даже профессионалы подтверждают. «В футболе тоже не только ногами играет. Играет головой сначала. Надо думать, куда бежать, что делать, кому паса давать. Одними ногами не выиграешь». Участники могут помериться силами и с ветеранами клуба. Крыльев советов, рекордсмен клуба по количеству сыгранных матчей во всех лигах Валериан Панфилов в этот раз освоит футбол за столом. «Я сюда ехал и как-то вот так поймал себя на той мысли, что я во все футболы играл, кроме болотного и настольного. Поэтому очень интересно посмотреть. Сам вообще ни разу не играл». За результатами матча можно следить на интерактивной доске. Победители турнира получат призы и подарки от клуба. Чемпионат по Волжье по плаванию для мастера спорта международного класса Александра Кудашова получился удачным на его счету три серебряные медали. Сто метровкой, 200 метров бутерфляем и 200 вольным стилем. Чтобы стать чемпионом в третьей дисциплине, армейцу не хватило каких-то 12 сотых секунды. Золото у Артема Лазарева из Пензы. Еще один самарец Семен Макович выиграл заплыв 400 метров комплексом, а команда Самарской области стала первой в эстафете вольным стилем 4 по 200. МТЛ-арена встанет танцевальной ареной на ближайшие три дня. В Самаре разыграют Кубок губернатора по спортивным танцам «Жемчужина по Волжье». В соревнованиях выступят лучшие дуэты России. В рамках турнира состоятся первенство и чемпионат по Волжье. Это отборочный этап на первенство и чемпионат страны. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. В 22.00 на нашем канале смотрите мелодраму «Один день». Фильм английского режиссера Лоны Шерфига поднимает тему одиночества и поиска своей половины. Это спокойный камерный рассказ, который с удовольствием примут любители психологической драмы. Отличная операторская работа, крупные планы и мягкая музыка. А я на этом с вами прощаюсь. Смотрите телеканал «Самаргиз» в кабельных сетях города. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok